Привет всем! Мы продолжаем говорить о разных понятиях в буддизме, и сегодня я бы хотела поговорить про три характеристики бытия. Эти три характеристики бытия, как правило, это непостоянство, а ничча, страдание или неудовлетворенность духа, и отсутствие неизменного я, анатто. Хотя есть некоторые варианты. Иногда вместо духи записываются в три характеристики бытия нирвана, и иногда даже приводятся четыре характеристики бытия. Четвёртый может быть как нирвана, так и, например, пустота. Но мы поговорим о классических трёх характеристиках. Итак, для начала, а ничча. Непостоянство. Что это означает? Это означает, что в мире нет ничего неизменного. Всё меняется, всё течёт, всё во что-то превращается, всё разрушается и появляется заново. Ну, например, люди не могут не стареть, не могут не умирать, люди, опять же, новые рождаются. И ничто, опять же, не только люди, но и всё вообще, что нас окружает, как физические явления, так и психические, непостоянные. Нет практически ничего постоянного. Ну, разве что нирвана. Второе – это духа. Про духу я уже как-то говорила, что духа часто переводится как «страдание», но мне больше даже нравится перевод «неудовлетворённость». Тот факт, что наша жизнь вообще как-то не может быть полностью удовлетворительной, потому что люди часто говорят, ну вот я в данный момент не страдаю, значит буддизм не для меня. Да, проблема в том, что когда-нибудь мы непременно начнём страдать. Человек хочет, чтобы у него было то, что ему нужно, то, что ему нравится, и не было то, чего у него не нравится. Но так не бывает. Вот об этом и говорит концепция духи. И, наконец, «анатта», отсутствие собственного «я», иногда это интерпретируется как отсутствие души, это скорее именно отсутствие неизменного «я». И я думаю, что если мы об этом поразмыслим, то мы придём к выводу, что так оно и есть, потому что ни один человек не остаётся неизменным, и очень трудно уловить что-то неизменное. Вот ты рождаешься на свет крохотным младенчиком, у которого ещё ничего нет, растёшь, растёшь, прибитаешь что-то новое, и начинаешь думать обо всём иначе. И даже если ты сравнишь себя 10 лет назад с тем, какой ты сегодня, то заметишь много разницы. И попытка уловить что-то в себе неизменное, что всегда в тебе было и всегда в тебе будет, ну, это чаще всего скорее натягивание совы на глобус. Так вот, все эти три характеристики бытия важно понимать и осознавать. И отсутствие их осознания приводит как раз к тому, что мы страдаем. А если их понять, если их осознать, то можно достичь просветления. Вот такой концепт. Ну что ж, если у вас есть какие-то вопросы по этому поводу, в комментарии. На этом пока всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok